Подписи данных – это непосредственное отображение данных в самой диаграмме в соответствующих областях. Рассмотрим более подробно, как добавить и настроить подписи данных в диаграмму. Выделите нужную диаграмму. Перейдите на вкладку «Макет» и в группе «Подписи» откройте меню кнопки «Подписи данных». В списке команд выберите один из способов размещения подписей, например, по центру. Для области подписи данных также можно менять все основные характеристики, такие как цвет заливки, границы, объем, тень и т.д. Для того, чтобы изменить формат области подписи данных, выделите нужную диаграмму и перейдите к вкладке «Макет». В группе «Подписи» откройте меню кнопки «Подписи данных» и в списке команд выберите пункт «Дополнительные параметры подписи данных». В открывшемся диалоговом окне «Формат подписи данных» располагаются все необходимые настройки для изменения формата подписей. На вкладке «Параметры подписи» вы сможете установить, какую именно подпись отметить на диаграмме и выбрать положение. На вкладке «Заливка» можно выбрать тип заливки для подписи, выбрав узор, градиент, рисунок или просто сплошную заливку. На вкладках «Цвет границы» и «Стили границ» располагаются настройки для рамки, ограничивающей подпись. С помощью вкладок «Тень», «Свечение и сглаживание» и «Формат объемной фигуры» вы сможете установить различные эффекты для отображения окна подписи, будь то отбрасывание тени, свечение или отображение рамки как объемный объект. И, наконец, с помощью вкладки «Выравнивание» вы сможете настроить текст, установив параметры выравнивания. Чтобы выйти из диалогового окна «Формат подписи данных», нажмите кнопку «Закрыть». Чтобы удалить подписи данных, выделите нужную диаграмму и перейдите к вкладке «Макет». В группе «Подписи» откройте меню кнопки «Подписи данных» и в открывшемся списке команд выберите пункт «Нет». Таким образом, используя подписи данных, вы сможете более детально отобразить и информативно отобразить данные, расположенные на диаграмме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!